Вы изо всех сил пытаетесь излечить прошлое событие, что негативно повлияли на все аспекты вашего качества жизни, и вы застряли, пытаясь справиться с ними сейчас? В течение многих различных типов различных сессий и техник личного развития практически безрезультатно? Продолжение следует... Ваше тело говорит с вами, вы его слышите? И эта книга теперь доступна в приложении для мобильных телефонов вместе со всеми моими другими книгами и обширными исследованиями. Теперь же давайте вернемся к вопросу исцеления и борьбы с этим, особенно сейчас, чтобы добиться прогресса в своей жизни. И я уверена, что это звучит знакомо вам, поскольку я лично оказалась в этом положении. Вот почему я разработала технику метафизической анатомии. Что вообще означает метафизическая анатомия? Что ж, слово «мета» отсылает нас к тому, что находится за пределами общих рамок того, чему нас учили об исцеляющей работе. Сейчас в ТМА мы выходим за эти рамки. И слово «метафизическое» — это тоже что-то, что не до конца можно увидеть, когда вы используете этот невидимый аспект. Но вы знаете, что существует некое знание в этом понимании того, что представляют собой определенные незримые части тела и разума, а также их эмоциональный аспект. А затем, работая с этими областями с ясным стремлением, а также с определенной последовательностью действий, вы можете начать видеть большие изменения, отражающиеся на вас в виде эмоциональных изменений, физических изменений, изменений в восприятии и даже облегчения боли в физическом теле. Теперь в ТМА, как уже было сказано, мы работаем с травмами. Итак, вы можете верить в это или нет, каждый на этой планете в той или иной степени испытывал травму. Но как узнать, что что-то, пережитое вами, было действительно травмирующим, а не просто стрессовым? И может ли стрессовое событие быть еще и травмирующим? Сейчас я уверена, что поднимая этот вопрос, я поднимаю эту тему здесь, потому что мне трудно даже сосчитать, как много людей говорили мне, что они никогда не переживали в своей жизни каких-либо травм. И именно поэтому исцеляющая практики не для них. Но если вы действительно понаблюдаете за их жизнью, особенно за их стратегиями выживания, вы увидите совершенно иную картину. Позвольте мне объяснить, скажем, у вас было действительно прекрасное детство. И да, на самом деле такое существует. Но есть также люди, к примеру, у которых было благополучное детство и хорошее воспитание. Но они также продолжают взрослеть более или менее сбалансированным образом, что на самом деле не причинило им значимых травм, которые они действительно помнят. Так, во-первых, существует вероятность того, что из-за высокого порога выносливости к определенным типам эмоционального стресса, а также воздействия окружающей среды, у них, вероятно, был немного более высокий порог, чтобы справиться с этим. Тогда как для кого-то другого что-то из этого могло быть действительно достаточно травматично. Теперь другой аспект заключается в том, что вы не обязательно осознаете, насколько может длительный процесс на самом деле травмировать разум, тело, а также эмоциональное тело. Просто потому, что вы не прочувствовали травму через свою систему восприятия. Имею в виду, осознанная осведомленность о том, что произошло, не означает, что ваше эмоциональное тело не пострадало в какой-то момент времени. Допустим, у вас есть работа, которая не делает вас счастливыми. Вы работаете и работаете, и вы действительно напряженно работаете. А затем вы начинаете бороться с бессонницей из-за того, что, может быть, пьете слишком много кофе, или же ищите острых ощущений. Вам необходимо внести в свою жизнь немного эмоциональной лихорадки. И теперь ваша нервная система, возможно, чрезмерно чувствительна, так как вы, возможно, не занимаетесь спортом в течение дня достаточно, чтобы разрядить ежедневный стресс, который вы испытываете, возможно, из-за скопившегося адреналина от кофе, спешки или же просто чувства скуки и разочарования, что копится в вас. Я знаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Мы все это испытывали. Теперь, в какой-то момент, когда вы действительно можете страдать от беспокойства, вы уже боретесь с депрессией, потому что, прежде всего, вы несчастливы на своей работе. И вы чувствуете себя зашедшими в тупик в своей жизни. И вы продолжаете продвигаться вперед, ведь что ваша жизнь снаружи выглядит так безупречно. И вы почти ощущаете вину, даже просто задумавшись об этом, чтобы пожаловаться. Итак, вы продолжаете рваться вперед, и чем сильнее вы рветесь, тем сильнее становится ваше беспокойство и депрессия. А потом, допустим, вы теперь потенциально можете прибегнуть к алкоголю, чтобы поднять настроение, верно? Вам нужно что-то, чтобы просто убрать это разочарование, снять напряжение. А потом вы начинаете страдать от изнеможения, потому что ваше тело, скорее всего, не получает достаточного отдыха, и ваша жизнь начинает выбиваться из колеи. И вот однажды вы начинаете чувствовать себя загнанными в ловушку своей жизни и задыхающимися. Может быть, вы даже начнете испытывать панические атаки. Это классический образец того, что я бы назвала молчаливой травмой. Сознательно вы чувствуете себя совершенно прекрасно, но не ваше тело. И ваше эмоциональное тело начинает внутренне переживать травму, хотя ваш разум фактически продолжает твердить вам – мы в порядке. Тогда как на самом деле ваше эмоциональное тело страдало настолько до той отметки, где надломилось в состоянии потери ресурсов. Это означает, что оно не знало, как справиться с обстоятельствами и ситуацией, в которой вы оказались. И вот это состояние отсутствия ресурсов привлекало ваше внимание с помощью паникой или панических атак, тревоги и высоким уровнем стресса. Теперь то, как вы реагируете, осознав, что ваше тело пытается привлечь ваше внимание через, например, панические атаки, может уменьшить травму, которую испытывает ваше эмоциональное тело, так и усугубить ее. И вы продолжаете приспосабливаться к своему беспокойству, добавляя больше механизмов преодоления, чтобы подавить то, что вы ощущаете. Теперь, возвращаясь к теме травмы, травма также возникает, например, когда вы теряете полный контроль над ситуацией, в результате чего вы чувствуете бессилие, отсутствие безопасности и потерю контроля. И это лишь начало списка. И именно этих состояний переживания ваш организм боится больше всего. Если тело утратило контроль, это активирует глубокий подсознательный страх смерти. И когда вы чувствуете неспособность вернуть контроль над травмирующей ситуацией, это становится травмирующим воспоминанием, так как ваше подсознание теперь запоминает все, что заставляло его ощущать бессилие и потерю контроля. Таким образом, это может породить вас страх и беспокойство всякий раз, когда вы собираетесь вступить в ситуацию или динамику с кем-либо. Итак, иногда ваша среда, например, человек или запах или звук, могут вызвать эти сильные сознательные или подсознательные воспоминания. И сейчас ваше тело химически реагирует так, как будто старая травма повторяется снова, что теперь усиливает любой негатив, который вы ощущаете, и вы сосредотачиваетесь на этом. Теперь, когда ваши расфильтры и их роль начинают формировать вашу реальность, и это усиливает негативное эмоциональное состояние, теперь ваша рас, которая представляет собой ретикулярно активирующую систему, является частью вашего мозга и отвечает за фильтрацию информации, которая имеет отношение к вам. И она также отфильтровывает информацию из вашей среды, которая не является необходимой. Вы замечали, что когда вы счастливы, вы видите мир совершенно другим, чем тогда, когда вы несчастны. Это сильный переход, так? Теперь что определяет, что расфильтрует и выводит? Это ваше эмоциональное состояние ума, которое теперь является отражением вашего эмоционального тела, а также стресс, в котором он находится. Это означает, что то, на чем вы сосредотачиваетесь, это то, на чем начинает сосредотачиваться раз. И если вы испытываете эмоциональную боль, тогда вы будете более чувствительны и внимательны к людям в обстоятельствах вашего окружения, которые будут поддерживать и отражать то же состояние, или на самом деле заставлять вас это чувствовать или переживать заново. И вы также будете видеть только боль в своем окружении, а ваше окружение, в свою очередь, усилит эмоциональную боль, подстраиваясь под ваши мысли и эмоциональные процессы. Вот как мы приспосабливаемся, вот как мы пытаемся общаться. Теперь ваше взаимодействие с людьми также, скорее всего, вызовет это состояние, потому что вы находитесь в гармонии с людьми, которые теперь будут вести себя по отношению к вам так, что вызовет эмоциональное расстройство, потому что теперь это так же, как я сказала ранее, с чем вы согласны и на чем вы сосредоточены. Потому что вы фильтруете это, и это становится вашим фокусом. Теперь ваша среда может стимулировать и запускать ваше подсознание, вызывающее беспокойство, и вы знаете на 100%, что испытываете стресс. И в большинстве случаев ваше окружение на самом деле не показывает вам реальные угрозы, чтобы проверить, как вы себя чувствуете в тот момент стресса. Теперь это происходит, когда неявная память в подсознании запускается стимулами из вашего окружения, и, возможно, у вас не будет четкого и сознательного воспоминания о воспоминаниях, которые заставили вас так себя чувствовать. Единственное, что вы чувствуете, это то, как вы эмоционально и даже физически реагируете в этот вызвавший реакцию момент. Поэтому, когда я учу, я избегаю попыток получить доступ к чьим-либо воспоминаниям, так как очень высока вероятность исцеления того, чего на самом деле никогда не было. На основании того, что вы чувствуете, очень легко создать ложное воспоминание. А затем вы предполагаете, что вы могли бы чувствовать то же самое, если бы, например, имела место ситуация X или Y, или если имела место ситуация A. Тогда люди могли бы вносить предложение даже на основе того, что вы чувствуете, и, например, вы могли бы притвориться, что чувствуете в тот момент, исходя из ваших эмоциональных симптомов. Может быть, вы подверглись насилию, может быть, случилось то, может быть, случилось это, может быть, случилось что-то еще. Но посмотрите и на то, что вы делаете сейчас, особенно когда вы смотрите на старое предполагаемое воспоминание с точки зрения человека, который больше не находится в этом же настроении. Запомните, это очень важно. Итак, вы видите, просто основываясь только на этой концепции, вы можете попытаться исцелить то, чего на самом деле никогда не происходило, основываясь на предположениях и прогнозах, которые мы можем внести в старое воспоминание с совершенно другой точки зрения. Потому что мы не в том же ум и настроении, как то, в котором мы находились в прошлом, основываясь на воспоминаниях, которые могли возникнуть теперь, когда вы смотрите на это с совершенно другой перспективы. Это уже одна из многих причин, по которым мы не слишком часто задействуем воспоминания. А еще к тому времени, когда вы пытаетесь вызвать в себе воспоминания, половина вашей памяти и сама история уже изменились к пятому разу, когда вы пересказываете историю и воспоминания. Теперь в ТМА у нас также есть то, что называется активированными, неразрешенными циклами травмы. И это может происходить через стимулирование из вашего окружения, беспокойство является отличным примером этого. Или вы видите кого-то или что-то, что напоминает вам о по-настоящему плохом событии, через которое вы прошли. И это также может вызвать так называемый цикл травм, который является неразрешенным. Итак, цикл травмы – это действие и запечатленный в памяти стресс, что находится в теле и с которыми тело не сумело справиться, чтобы успешно высвободить. И теперь память об этом остается в подсознании, в клеточной памяти, а также в эмоциональном теле. Травма хранится в нашем подсознании по всему физическому телу, а кроме того объединяет нас с коллективным сознанием, которое также содержит те же травмированные паттерны, ценности и убеждения, которые окружают определенную травму. Вот почему легче иметь связь и общение с людьми, у которых схожие с вами эмоциональные раны прошлого. Это создает согласованность и близость, что связывают вас с большим уровнем сознания. Как я бы назвала это, где множество переживаний также разделены коллективно, и эти переживания не обязательно нужно объяснять или повторять. Есть общее взаимопонимание и сострадание к ним со стороны людей, которые все разделяют это. Теперь я просто хочу по-быстрому коснуться вопроса эмоционального тела, поскольку эта часть также очень важна. Вы уже слышали, что я упоминала это несколько раз, так как это основополагающая основа в ТМА, а также причина, почему это работает так эффективно. Видите ли, мы работаем с эмоциями, даже если они не обязательно являются отправной точкой вашей боли. Но они действительно перемещают вас с лазерной точностью, к когнитивным, сознательным и неявным воспоминанием, а также к той области, где вы храните эту травму в своем эмоциональном теле. Итак, эмоциональное тело – это то место, где мы также содержим определенные эмоции по всему телу. К примеру, я уверена, что вы замечали то, что когда вы испытываете определенную эмоцию или эмоциональную травму, определенные части вашего тела могут фактически стать либо напряженными, либо испытывать боль, либо могут вызывать у вас некоторый дискомфорт, что означает, что ваше сознание проникает в эту область тела. Теперь это, например, происходит потому, что мы сохраняем весь наш эмоциональный стресс в одних и тех же местах по всему телу, и этот код хранилища универсален. В этом и заключается суть первого тома метафизической анатомии, и эта книга включает в себя пошаговое руководство по выявлению психосоматических шаблонов, что относятся к 679 медицинским состояниям. И эти состояния могут быть активированы обстоятельствами нынешней жизни, вашей родословной, вашей зачаточной, внутриутробной или родовой травмой, детством и вашей взрослой жизнью. А еще у нас есть второй том, что посвящен всем исследованиям и методам исцеления первого уровня, которые вы можете изучить вживую или онлайн, вместе с моими квалифицированными наставниками первого уровня, на midlevel1.com, прямо сейчас. Кроме того, обратите внимание, что уровень 1 является обязательным условием для того, чтобы перейти на уровни 2 и уровня 3 со мной вживую или онлайн. И у меня также есть много других книг, где вы можете узнать гораздо больше о моих исследованиях, а также о моей работе на сайте metafisicalanatomy.com, прямо сейчас. Теперь все мои книги, наконец, в мобильном приложении, и вы можете получить штрих-код здесь, или же просто перейти на metafisicalanatomy.com и получить свои книги. Итак, ТМА – это то, к чему я хочу еще раз вернуться. Техника метафизической анатомии – это не только лечение. За этой техникой стоит настоящее божественное назначение. Вам не нужно заново переживать старую травму. Вам не нужно четкое воспоминание о травме, чтобы действительно исцелить ее. Это лучшая часть ТМА. Нам также не нужно вновь увязать в этой истории. Мы фактически работаем с эмоциональным телом, а также сознание, что его окружает, и еще с физическими аспектами. Так как даже то, что я действительно узнала в своих исследованиях, указывает на то, что почти треть наших активированных травм приходится на выражение наследственных травм от наших предков. И фобии – отличный тому пример. Теперь мы все также знаем, насколько важны мысли и эмоции, и какой мощью обладает эта комбинация. И мы можем изменить нашу жизнь, верно? Изменяя наши мысли. Это легче сказать, чем сделать, поскольку, я уверена, вы заметили, что мы можем изменить эту мысль. Однако все негативные эмоции, связанные с этой мыслью, которую мы пытаемся изменить, на самом деле могут продолжать вызывать негативные мысли, которые сейчас пытаются видоизмениться, когда вы сознательно пытаетесь изменить свою жизнь. Причина, по которой это происходит, заключается в том, что эмоциональная травма и стресс заключены в теле и удерживаются на месте реактивными инстинктивными реакциями. Позвольте мне объяснить. Мозг развивается сверху вниз, начиная с инстинктивных реаций, затем развиваются эмоциональные секторы, а затем возникает и мышление. Итак, наши инстинктивные реакции всегда активны. Они также всегда являются реактивными, и мы просто не всегда осознаем это. Потому что иногда мы испытываем угрозу, которую организм не воспринимает, например, как ведущую к вашей смерти, и даст нам об этом знать, например, тем, что вы будете гораздо больше осознавать эмоциональную реакцию, а не состояние «бей или беги» в том случае. Однако, если вы испытываете ситуацию, которую организм воспримет как угрозу вашему выживанию, прямо в тот момент вы почувствуете, что ваши инстинктивные реакции намного сильнее, чем эмоциональные. И ваши эмоциональные реакции придут позже, когда у вас, наконец, появится время осознать, что угроза, которую вы только что преодолели, миновала. Сейчас я говорю «преодолели», потому что вы здесь со мной прямо сейчас, потому что вы преодолели эту старую угрозу в прошлом, верно? Хорошо, это именно то, что я пытаюсь вам сказать, и очень важно помнить, что ваши эмоциональные реакции всегда приходят с инстинктивными, и наоборот. Так что запомните, что работает вместе, то связано друг с другом. И это тоже образует связи и ассоциации, что быстро превращается в механизмы преодоления, так как теперь мы, например, пытаемся справиться со стрессом и травмами, которые мы чувствуем. Но у нас не обязательно есть сознательное воспоминание об этой причине наших эмоциональных реакций, нашего эмоционального стресса. А затем в результате наших механизмов преодоления мы формируем вторичные выгоды и скрытые выгоды, чтобы справиться со стрессом. И именно из-за этого последнего цикла люди не всегда исцеляются. Это результат скрытых выгод, которые теперь хранятся в подсознании. В ТМА вы узнаете, как легко и изящно использовать это. И это основа ТМА среди множества других различных принципов, но эта суть очень четко резюмирует ТМА. Как я уже говорила, ТМА – это не метод, где вам необходимо заново пережить травму. Вы узнаете, как работать с инстинктивными реакциями и эмоциональными ответами, где и каким образом они сохраняются в теле, а также с эмоциональным стрессом, запертым в эмоциональном теле. А кроме того, вы научитесь очень-очень мягко высвобождать циклы травм, как и незавершенные циклы травм, которые заключены в паттерны травм, которые начинают накапливаться. Отсюда и тревога, отсюда и панические атаки, отсюда и депрессия. И в ТМА мы отпускаем эти циклы без того, чтобы тело вновь переживало их. То, что я больше всего люблю в этой технике. И вы узнаете, как работать с эмоциональными частями мозга, где хранится память, чтобы способствовать нейропластичности, чтобы помочь нервной системе, вегетативной нервной системе исцелиться, раскрыть вашу интуицию, высвобождать старичные выгоды и травмы от ран. Имеется в виду то, что когда вы проводите эти 9 месяцев в утробе матери, мы знаем, что плацента больше не является преградой между вами и матерью. Мы знаем, что стресс матери также сохраняется в клетках белка слизистой оболочки плаценты среди многих других мест, что оказывает огромное влияние на ваше сознание. Итак, ребята, если вы готовы вернуть свою силу, присоединяйтесь к нам вживую или онлайн. Мы гибки, потому что это то, что и значит исцеление. Это должно быть легко, и да, мы действительно можем веселиться во время исцеления. Увидимся на другой стороне, будь то вживую или онлайн. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте, что вы можете приобрести экземпляр моей книги под названием «Метафизическая анатомия» на Амазон, в которой я рассказываю о 679 медицинских заболеваниях, а также о причинах их возникновения с точки зрения психосоматики. Кроме того, я решила вас побаловать, добавив специальные пометки для того, чтобы вам было проще начать поиск ответов на интересующие вас вопросы и улучшать свою жизнь. Не забудьте подписаться на мой инстаграм-аккаунт и ветроузру и страницу «Метафизическая анатомия» в фейсбуке. Увидимся в следующем видео.